Итак, для тех, кто присоединился или будет смотреть запись, скажу, что меня зовут Денис Шаповалов, я психолог, педагог, и это серия интервью в помощь родителям. И сегодня в гостях у нас Екатерина, директор и основатель школы «Гравитация». Спасибо большое за приглашение. Значит, у меня к вам, Екатерина, есть ряд вопросов, которые я сейчас вам постепенно буду задавать. И самый такой главный и первый вопрос, поскольку я тоже харьковчанин, я слышал когда-то, что «Гравитация» — это была не школа. То есть изначально проект «Гравитация» был всё-таки, наверное, без идеи школы, если можно так выразиться, да? То есть что это было сначала? Можете вот рассказать, как вообще всё начиналось? Ну, это было достаточно давно, в начале, в 2015 году действительно «Гравитация» началась вообще с клуба для родителей. У нас была идея сделать площадку, где эксперты, ну вот очень близкая, наверное, к тому, что делаете сейчас вы, вот, где родители могут встретиться с различными совершенно экспертами в области воспитания детей, психологии, развития. У меня тоже есть дети, их двое, вот. Один из них там серьёзно занимался спортом профессионально. И всё время на протяжении всей моей жизни у меня возникало огромное количество вопросов, ответы на которые мне приходилось искать самостоятельно. И вот была мечта такая — сделать площадку, куда придут эксперты, и на эти вопросы родители экспертно ответят. Потом эта площадка переросла в что-то большее. У нас, ну, вместе с нами были люди, которые были классными преподавателями. Они умели создавать курсы для детей. Это была позашкельная освита. Курсы для детей внешкольные, которые дополняли школьные знания, а очень часто делали школьные знания интересными. И развилось направление курсов, которое стало, собственно, самым большим направлением гравитации. Это наука, различные предметы школьные, которые там школьникам кажутся каким-то, ну, скучным, с укой скучной. Вот, делать их интересно и делать эти предметы, ну, не знаю, будет ли это там громко звучать, но влюблять детей там в историю, химию, биологию. И то, что кажется им, возможно, не очень там привлекательным, показывать, что вообще мир бесконечен, и всё, что происходит вокруг, будет бесконечным. У нас был очень классный исторический курс, но он, собственно, есть там и сейчас, немного в другой модификации. Есть курс естественных наук, он назывался, самый первый наш курс, опять на химичели. Ну, этот курс близок был не особо, потому что моя жизнь вся связана с естественными науками, с химией и биологией. Ну, моя профессиональная, осознанная жизнь связана с ними. Вот, этот курс идёт сейчас, вот от самого первого ребёнка, который к нам пришёл в 15-м году, и сейчас этот курс продолжается, надо заказать с теми же преподавателями, с которыми мы прошли этот путь вместе. У нас был невероятный литературный курс, где дети не только там знакомились с мировой литературой, а и сами создавали свои произведения. Потом к этому литературному курсу добавился театральный курс, и они соединились, мы стали ставить эти произведения. У нас огромное количество написанных пьес, сыгранных вместе. Вот, и это стало развиваться, это выходило за рамки, вначале это вышло за рамки нашей маленькой первой гравитации, которая была на Сумской 124. Я до сих пор с теплотой вспоминаю это место, и удивляюсь, каким это было малюсеньким, ну, прям невероятно. Там было порядка 100 метров, вот две комнаты, и в них по расписанию проходили вот эти вот занятия. Тогда же мы познакомились с ребятами, которые занимались курсами английского, развивали это направление, и тоже до сих пор вместе с ними мы развиваем направление английского, но сейчас уже в школе. Ну, и за школой, конечно, тоже. Ну, тоже у них был очень классный подход к английскому, к курсам они это очень классно делали и делают сейчас. Ну, вот так вот развивалась гравитация. Конечно, этих 100 метров через полгода нам не хватало. Мы переехали в наше второе помещение на Куликовской 2 с не меньшей теплотой, я вспоминаю его. Там было побольше места. Вначале мне казалось, что это просто какие-то невероятные хоромы, там просто огромное количество. Я прям не знаю, можно такое придумать. И что мы, собственно, и сделали. Практически вот с той же командой, ну, с кем мы там начинали, с основными людьми курс живописи точно так же начался на Сумской в этой маленькой комнатке. Ну, там, коморки, хочешь сказать? Ну, нет, мне казалось, что это дворец тогда. Вот. Вот. И точно так же вот с Дареей, которая преподаватель живописи сейчас, она ведет курсы. У нас отличная художественная студия в школе и ведет уроки живописи и истории искусства на наших уроках. Вот. У нас возникло второе направление. Это направление летнего городского лагеря. Оно даже стало более, как бы, ну, сильным. Больше включило в себя людей. Объединило большое количество людей. И вот, ну, три года так развивалась гравитация. С 2015-го до 2018-го. И вот тогда вот начала возникать идея школы. Идея школы начала возникать, она, ну, постепенно. Ну, она рождалась ведь на самом деле в самом начале. Ну, очень странно, когда ребенок приходит на химический курс, говорит, боже, это так классно, а я думала, это вообще ужас. Ну, как, это же не ужас. Это на самом деле прекрасно, ну, на самом деле научные подходы, о которых там многие даже не догадываются. Ну, почему этого нет в школе? И вот эта фраза, почему вы не в школе, она так часто звучала, что, ну, конечно, это пришло к школе. Вначале это была начальная школа. Это был совместный проект с очагом, с частной школой. И я до сих пор благодарна директору очага Евгению Валентиновичу в то время, который вообще меня оттолкнул на эту идею. Надо сказать, я сама выпускница очага. И все мои школьные годы, весь мой, я немного там училась. Я училась там уже в конце, ну, в конце школы очаг тогда только начинался. Дух очага по вам прошелся. Это было невероятно. Это самое лучшее воспоминание моего детства. Это правда. Все то, что вложили в меня тогда и в моих одноклассников, те учителя, которые были тогда, многие из них сейчас работают в очаге, это неоценимо. Их вклад, правда, был неоценим. Я, ну, это громко будут скучать, но я скажу, что они изменили тогда мою жизнь и направление. И, ну, все, что я, там, там, любимые писатели, любимые книги, любимые ученые, любимый автор, это все рождалось тогда и было заложено именно тогда. И любовь к учебе родилась тоже там. Хотя все свои школьные годы, надо сказать, я вспоминаю с большей благодарностью. Не только школьные годы очага. Ну, вот с Евгением Валентиновичем мы тогда, тоже у нас было несколько совместных проектов до школы, и он меня вот прямо уговорил, говорит, ну, сделай первый класс, пусть это будет там в центре. Ну, дети хотят в центре, ну, пусть это будут. Ну, оно так совпало, одно обстоятельство и другое. И то, что эта идея действительно лежала на поверхности. И то, что действительно очень многие люди говорили об этом. И то, что у нас на тот момент была уже собрана команда учителей, которые были готовы перейти в формат школы. В формат школы. Ну, многие из тех ребят, с которыми мы работали, они имеют педагогическое образование, они работали в школе. И они, так же точно, как и дети уходили из школы, говорили, что там скучно, там неинтересно. Точно так же они уходили оттуда, ну, с работы, говорили, что, ну, это немного там не то. Хотелось бы другого. Я не хочу там критиковать и не ругать, какие школы, какие-то школы. Ну, понятно, да. Огромное количество есть, правда, прекрасных школ. Я сама хочу сказать, что, ну, вот, мои школьные годы и огромное количество учителей, может, мне везло просто так. Я могу сказать только хорошие, прекрасные слова о них. Ну, вот, тем не менее, это как-то собирало вот школу, и у нас появился первый класс. Ребята, которые к нам пришли тогда, сейчас заканчивают четвертый и из первого класса переходят в, ну, из младшей школы переходят в среднюю школу. Это такой очень трепетный момент для меня лично, потому что ребята, которые, ну, вот это вот прям те, которые, ну, класс, который прошел вот этот весь путь. Хотя сейчас самый старший... В каком-то смысле. Да, хотя сейчас самый старший класс у нас это восьмой. Все ребята, которые старше четвертого, они пришли к нам уже из других школ, то есть, ну, уже в классах. Вот, появился первый класс, ну, после первого класса появился второй класс. Потом мы, ну, как-то стало понятно, что нужно решать вопрос с лицензированием, нужно делать законченную, завершенную структуру, потому что школа – это все-таки не курсы, школа – это немного другое. Вот, и мы получили лицензию в девятнадцатом году, летом девятнадцатого года. В это же время к нам пришел третий наш первый класс, появился четвертый. В это время вот этот дворец второго этажа на Куликовской превратился в три этажа всего здания и подходил к концу еще один учебный год. И становилось понятно, что вот этот четвертый класс, который к нам пришел, им идти в пятый. Ну, а если им идти в пятый, то, значит, появляется средняя школа. Ну, и вообще завершение, логическое завершение младшей школы – это средняя школа и это старшая школа. Конечно, очень классно, когда в первом классе уже становится понятно, какие направления обучения будут в средней и в старшей школе, к чему это все приведет, к чему мы стремимся и к чему мы идем. И вот в прошлом году, я не могу сказать, что мы в восторге от окончания прошлого учебного года с карантином. Мы немного не так себе его представляли. Ну, конечно. Мы планировали там много чего другого. Мы планировали, что мы будем в двух зданиях. Средняя школа окажется отдельно, младшая школа останется на Куликовской. Ну, получилось немного не так, а, может быть, даже получилось намного лучше, потому что мы, то здание, которое мы планировали в нем оставить только младшую школу, туда переехала и средняя. К нам пришли новые дети. Сейчас у нас 10 классов и 112 учеников в нашей школе. И параллельно мы тут же начали реконструкцию здания для средней школы. Оно сейчас идет полным ходом. Оно великолепно, правда. И я думаю, ну, в следующем году, вот в наших планах, в следующем году, это пригласить к нам. И мы приглашаем сейчас к нам ребят из 10-х. Уже в 10-й и 11-й классы. И школа будет уже состоять от первого, даже от нулевого, от подготовки до 11-й класса. Причем от... Да, вы полный цикл уже будете предлагать таким образом. Да, это будет полный цикл. Да, Катерина, смотрите, вы вот когда рассказывали о том, как у вас все начиналось, у вас получается очень такой органичный рассказ и очень органичный такой рост. То есть как будто, знаете, маленький росточек посадили, и он рос, 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 все очень естественно. То есть люди подтягивались, которые были единомышленниками, говорили, давайте школу выдавали, нужны были классы, вы... Это все классно, но мне кажется, что все-таки какие-то есть и другая сторона этого вопроса. Вот, например, какие-то такие трудности. Можете ли вы назвать парочку таких трудностей, которые вы преодолели? Может быть, даже где-то вы гордитесь своей, ну, скажем так, победой, потому что все-таки вы хрупкая женщина, которая двигает большой проект. Это просто... Я, когда говорю большой проект, я понимаю, что у нас здесь, где я нахожусь в кабинете, у нас здесь 200 квадратов, я понимаю, что это маленький кусочек. Я был у вас, я видел, что у вас, и если вы говорите, что будет больше, то, ну, можно только представить и пофантазировать, как будет классно. Ну, все-таки, вот без трудностей, мне кажется, не было. Вот что-то было такое, что вы вот можете сказать? Было трудно, но я вот... Ну, конечно, были трудности. Я не могу сказать, что весь этот путь был таким гладким и абсолютно там ровным, и ничего не случалось. Я хочу сказать, что бывали... Наверное, не было таких трудностей, которые казались мне непреодолимыми, ну, потому что непреодолимые трудности я стараюсь обходить. Вот. Но действительно, бывали вещи, которые очень сильно влияли на настроение там, ну, не настроение моё в данный момент, а вообще на общий настрой, на желание там двигаться. Было что-то, что казалось там очень сложным. Ну, конечно же, это люди. Ну, первое... В первую очередь это учителя. Ну, учителя — это команда. Ну, есть люди, я рада, я горжусь этим, и я благодарна им очень, тем людям, которые прошли с нами этот путь от начала до конца. Это правда. Это большая ценность, я считаю. Я считаю, что... Ну, ведь не только там я или какие-то стены или что-то несут те там ценности, которые мы не изменяем, стараемся не изменять с момента начала. Это ведь тоже и люди, которые идут вместе с нами. Есть люди, которые прошли. Наша команда, конечно, увеличилась, ну, там, на порядок нас было... Сейчас нас там около 30 человек, и я считаю, что это звёздный состав, это одна из лучших команд. Но, тем не менее, на этом пути мы ведь расставались. Были люди, с которыми по каким-то разным причинам приходилось расставаться. Мы расставались там по причине расхождения во взглядах или изменения цели. Когда гравитация переориентировалась с курсов на школу, ну, курсы ведь более такая творческая, ну, любая среда креативная, творческая, это неправда. В курсах больше свободы, намного больше свободы. Да, конечно. Вот. А в школах это всё-таки структура. И не все люди были там в восторге от того, что в эту структуру нужно входить, и в этой структуре нужно придерживаться, и в этой структуре надо жить. И нормативность, которая заходит к нам, её нужно принять как данность и стараться сделать всё лучше, но сделать так, чтобы гармонично в ней существовать. И, правда, некоторые расставания были для меня достаточно болезненными с людьми, которыми мы там, может быть, начинали с самого начала. И это та трудность, которую я считаю, правда, для себя серьёзной. Ну, вторая трудность, это, конечно, которая любого человека, который что-то развивал, если он скажет, что у него нет такой трудности, я хочу на него посмотреть. Это финансовая трудность. Конечно же, любое развитие требует финансов. Любая частная школа — это финансовый проект. Если нету, ну, как-то сказать, нету финансовой составляющей, если финансовая составляющая проваливаться, то проваливаться ну тут же всё. Хочется иметь красивый класс, хочется достойно платить достойную зарплату людям, которые работают, хочется обновляться, хочется расширяться, хочется делать, и это требует, правда, вложений. Ну, не всегда они, ну, есть, скажем так, к сожалению. Школа — это всё-таки больше миссия-проект, чем бизнес-проект. Просто миссия-проект с бизнес-составляющей, да? Можно так сказать. Очень сложно, да, очень сложно назвать это бизнес-проектом, но люди, которые знают составляющую подобного бизнеса изнутри, ну, точно улыбнулись сейчас, когда мы с вами произнесли слово «бизнес-проект». Вы первые это сделали. Да, вы первые это сделали, и это сделает каждый человек, который услышит в отношении этого какое-то понимание как бизнес-проекта. Но, тем не менее, отсутствие необходимого, необходимых финансов очень сильно может его испортить, этот как бы не бизнес-проект. Потому что хочется, чтобы, опять-таки, классы были оборудованы, хочется, чтобы идти в ногу со временем. Я считаю, что внешняя эстетика в школе, когда дети приходят в красивую школу, в которой приятно находиться, имеет очень важное значение. Потому что, ну, во-первых, приятно смотреть на красиво, приятно находиться в комфортных условиях, а, во-вторых, ну, в школе дети проводят, правда, большую часть своего, ну, времени своей жизни. Поэтому, конечно... Кстати, а у вас в школе сколько по времени они проводят? Вообще, вот, как запланировано их, например, смотрите, вот сначала, скажите, день, да, вот, например, там, а потом год. Ну, я уже, вы уже немножко так упомянули, что есть летний лагерь, да, это отдельная, да, такая возможность. А вот как год устроен, день устроен и год вообще, вот. Ну, давайте начнем с маленького, с дня. День учебный у нас начинается в 9.00, начинается первый урок, и в 8.30 открывается школа. У родителей есть 25 минут для того, чтобы выбрать для себя комфортное время и привезти ребенка в школу. Или, если это уже взрослые дети, детям приехать в школу. В 9.00 начинаются уроки. В младшей школе уроки заканчиваются в час 40. За это время они успевают позавтракать и пообедать, провести 5 уроков. Если хорошая погода, провести часть большой перемены на улице, на свежем воздухе. И в час 40 начинается продленка. Продленка длится до 18.00. А вот в следующем году мы думаем, что она будет заканчиваться, я сказала, в 18, да? До 18.00, да. А в следующем году мы думаем, что она будет заканчиваться в 19.00. И в 19.00 для тех родителей, которым, ну, правда, мы понимаем, что у многих рабочий день заканчивается в 6, не в соседнем подъезде с нашей школы. Вот. И нужно время доехать до этого. Продленка тоже кажется, что это такое какое-то аморфное время. На самом деле это совсем не так. Продленка длится. Продленка имеет свою структуру. Она состоит из прогулки, времени, выделенного на уроки. Это обязательно, это наш принцип делать все возможное, чтобы уроки, домашние задания я имею в виду, были сделаны в школе. Для того, чтобы после того, как родители забрали своего ребенка из школы, они имели возможность пойти с ним в парк или пойти в кино или просто провести семейный вечер, но уж никак точно, не придя после работы, сидели до 10 вечера за уроками. Как, ну, правда, это делает много. Как пишут в родительских чатах. Как пишут в родительских чатах. Вот очень бы не хотелось, чтобы в наших родительских чатах писали, что мы вчера до 11 ночи делали математику. Время выделено для уроков. Затем есть время, которое посвящено какой-то деятельности, которая всегда есть у детей. У нас очень много школьных спектаклей. Им там нужно выучить слова или нужно повторить. У нас разговорный клуб английский проходит на продленке раз в неделю. Обязательно занятия с психологом. Психолог нашей школы проводит тренинги на продленке раз в неделю, которые посвящены коммуникативным навыкам. Или просто детям иногда очень хочется о чём-то очень важном поговорить, как в классе. В каждом классе рождается какая-то тема иногда. Это называется терапевтическая группа. Детская терапевтическая группа. Лайт-вариант. Лайт-вариант. Конечно, не взрослая. Бывает, им так хочется вот это обсудить, что-то они где-то услышали. И, конечно же, они имеют возможность это сделать. Вот. На продленке дети много читают с учителями. Это вот прям любимое их занятие читать. И на продленке есть дополнительные кружки, которые можно посещать уже после того, как всё сделано. Дополнительные кружки – это спорт, это живопись наша художественная студия, о которой я уже говорила. Это, собственно говоря, всё то, с чего начиналась гравитация. Плюс мы добавили, ну, достаточное количество спорта. И вот я очень жду, когда начнётся следующий год, у нас появится прекрасный бальный зал, и в нём, ну, будут бальные танцы. Это день. Подождите. Суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье. Ну, у школьников, как правило, выходные. У нас работают в субботу курсы, вот наши собственные курсы для детей, которые приходят к нам из других школ. Это тоже отдельное направление. Ну, это то, о чём я говорила, то, с чего мы начинали. Многие дети приходят на всю субботу, то есть для них как бы школьный день повторяется в субботу. Наш школьный день, они учатся у себя в школе, а приходят к нам в субботу. Если говорить о средней школе, то у средней школы уроки заканчиваются в 3 или в, там, без 15 и 4, без 10 и 4, если быть точными. У старших они будут заканчиваться в 4 или уже около половины пятого. И после уроков точно так же до 19.00 можно остаться в школе. Ну, во-первых, полдник ещё есть на продлёнке, я забыла. Это важная, кстати, вещь. Дети никогда не забывают наши про полдник. Точно так же можно остаться в школе и точно так же структурировано время, когда можно сделать уроки. Понятное дело, что не так выполняются уроки, как в младшей школе. У детей больше самостоятельности у учеников, они могут больше планировать, когда именно что делать. Но главное, что учителя тоже находятся в школе, они рядом и всегда готовы помочь, если возникают какие-то вопросы. То есть тоже уроки они дома не делают, получается? Тоже уроки, если они успевают. Очень много у старших детей есть дополнительных. Кто-то серьёзно занимается спортом, кто-то раньше уходит. Но мы делаем всё возможное, чтобы учебники остались в школе, уроки были сделаны во время продлёнки вместе с учителями, которые готовы всегда помочь. Это никак не значит сделать уроки за ребёнка. Даже вот вообще не значит, даже наоборот. Вот просто помочь, объяснить какую-то тему. Непонимание, которое, возможно, мешает выполнить домашнее задание качеством. Ну да, в моём детстве это было невозможно, просто нереально. Нереально. Учитель, который тебе плохо объяснил физику, потом помог сделать домашку. Это просто шаблона. Надо хорошо объяснять. Вот ещё такой есть момент. Это тоже. Сразу, чтобы домашнее задание ребёнок мог сделать самостоятельно. Они поэтому и называются самостоятельная работа. Это такой вид работы. Ну, бывает. Бывает, что что-то пропустил, что-то не понял. Всё бывает. И это как бы то, что учитель, возможно, там что-то произошло, а он исправил это во время выполнения домашнего задания. А как год устроен? Год. Год начинается 1 сентября. Всё классически. Разбит он на семестре. И каждый семестр разбит на четверти. Между ними каникулы. Как в школе в обычной. Совпадают. Как в обычной. Плюс-минус, да? Они совпадают. Плюс-минус они совпадают. А заканчиваете когда? Заканчивается учебный год обычно в последнюю пятницу мая. Этот учебный год, ну, наш, 2020-2021, закончится, ну, по крайней мере, пока, по предварительным данным, закончится в 5 июня, 4 июня. Ну, будет всего лишь на 4 дня длиннее. Затем мы приглашаем ребят наших провести с нами ещё 2 недели, если у них есть возможность, и они никуда не уезжают. Вот в это время мы предварительно обсуждаем экскурсии. Этим летом, к сожалению, нам вообще не удалось никуда сходить. Ну, понятно почему. Потому что был карантин, и всё было закрыто. Ну, мы надеемся, что это лето будет более благосклонным к нам в этом плане. Вот. Посвятить время экскурсиям, побыть в школе. Может быть, кто-то что-то там не доделал, может, кому-то там мало физики. Так вот, пожалуйста. И начинаются летние каникулы, которые продолжаются всё лето. И опять-таки, 1 сентября мы ждём ребят в школе. Весь лето, всё лето и все каникулы, которые между четвертями, проходят городской летний лагерь, в который можно всегда присоединиться. Для всех наших школьников действуют скидки на все наши внешкольные программы. Можно присоединиться к лагерю. Сейчас у нас очень комфортное помещение для городского лагеря. У нас очень уютный, зелёный, классный двор. Там можно проводить занятия. Ну, это практически. Этим летом, когда у нас был лагерь, наши родители говорили, что это похоже на дачу, только внутри города. Это правда. Да, у вас, кстати, район. Я вот, когда говорите дача, я понимаю, да, это действительно похоже. Потому что район у вас такой, вроде бы и рядом с станцией метроархитетра Бикетова. Но вот это вот спускаешься вниз, и там действительно это похоже, тихий такой уголочек действительно. Да, очень тихий. Поэтому я подтверждаю. Прекрасно. Приходите к нам ещё летом, вы поймёте, какая-то зелёная часть города. Ну, наш двор, он полностью зелёный. Вот. Туда выносятся столы, туда выносятся карематы, там проводятся занятия. Ну, конечно же, они проводятся и в помещении. Это не то, что мы проводим полностью на улице. Но, тем не менее, вот это происходит так, и это большой, огромный плюс в лагере. Кроме того, у нас есть своя столовая, она находится в помещении. Это тоже украшает летний отдых. У нас очень вкусно готовят повара. Дети любят есть. И если они даже пропускают школу, они просят родителей забрать и идут домой. Здорово. Екатерина, вот вы сказали пару слов. Ну, всё-таки хотелось бы уточнить момент, связанный как раз с педагогическим составом. Вот, конечно, мы с вами понимаем, что это интервью могут смотреть не только родители. Конечно, вот я вижу. Ну, и те самые учителя, которые, например, работают в традиционной школе, чувствуют, что им, ну, возможно, там тесно может быть, да. Может быть, хочется вот больше какого-то, ну, больше приблизиться к той своей учительской миссии, о которой, наверное, они мечтали в стенах высшего учебника. Но заведение, но потом, попав в школу, увидели, что всё немножко иначе. А вот, слушая вас, они понимают. Так, а может быть, как-то попробовать свои силы, например? И в связи с этим вопросом, каковы же ваши критерии отбора? Потому что я понял одно, что однозначно это должен быть человек, который согласен с понятием структура. Это школа. Тут на одном креативе и творчестве не проедешь. Это, хотя это тоже очень важно, мы с вами понимаем это. Нет, это не важно, это необходимо. Это необходимо, да. Вот, но это должен быть человек увлечённый, это должен быть человек, который тоже воспринимает свою деятельность как миссию, серьёзно к этому относится. Ну вот, а что вы можете добавить вот как от себя, как директор, да, какие критерии отбора для персонала? Вдруг кто-то захочет вам присоединяться и будет стучаться. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы всегда очень рады сотрудничеству, мы всегда очень рады людям, которые к нам приходят. Человек может даже прийти и сказать, что у него есть там идея, какое-то направление, он хочет его развивать. И если это подойдёт нам по сути, если это будет классно действительно, и если это действительно будет увлечённый человек, который вот своей идеей зажжёт нас, то мы всегда будем готовы её развивать. Поэтому если среди тех людей, которые нас смотрят, есть люди, которые готовы присоединиться, то, пожалуйста, нет ни одного человека, ни разу не было такой ситуации, когда бы нам кто-то написал или позвонил и сказал, да, вот я хочу, вот, отлично. Да, 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 да. Да, я вижу. Я даже знаю, кто это, я даже лично знаю, кто это пишет. Хорошо. Поэтому я контактами обеспечу этого человека, вашей Екатерины. Да, а я знаю, кто это пишет. Спасибо, Людмила Александровна. Мы тоже невероятно счастливы, что всё это время мы с вами. Я когда говорила о первом курсе, опять на химичеле, вот как раз наш куратор сейчас этого направления, вот как раз это был тот человек, который эту идею от меня выслушал, не сказал, что вы что-то такое огородите, вот, а подхватил её, и вот она развивается вместе с Людмилой Александровной, с учителем химии и биологии, которая сейчас, ну, куратор всего, естественно, научного направления в нашей школе. Так вот, если человек видит возможности в себе, то, что мы говорим и делаем ему близко, мы ни разу никогда не было, чтобы мы сказали, нам никто не нужен. Люди, ну, мы всегда встречаемся и разговариваем. Конечно, далеко не всё из предлагаемого нам подходит. Ну, правда, вот далеко не всё, но если оно подходит, то оно подходит. То есть вы открыты к контактам, это вот самое главное, что вы говорите зелёный свет, пишите, давайте, вот, это главный момент, да. Да, мы открыты к контактам, это правда. Мы, ну, есть, конечно, какие-то критерии, которые подходят, которые не подходят. Ну, первый критерий для учителя, это, конечно же, знание предмета и любовь к предмету, который он преподает. Ну, если человек приходит на собеседование учителем младшей школы и говорит, я хотел продавцом пойти работать, но там что-то не взяли меня, вот, я тут, наверное, в школе побуду. Я вообще случайно там в педагогический институт поступил, вообще случайно не нёс там фармацевтический рядом, случайно дверь ушибся. Вот пять лет мучился, и теперь вот, ну, конечно, нет. Но это очень видно, это очень видно. Пришёл человек осознанно в свою профессию. Готов ли человек развиваться в своей профессии? Или нет, или на него это просто, я не говорю о большом опыте. Хорошо, когда этот опыт есть. Но самое главное, это именно понимание того, что эта профессия, это та профессия, которая делает этого человека счастливым. Несчастный учитель вряд ли сделает счастливыми своих учеников. И человек, который ненавидит свой предмет, знаете, ненавидел в школе химию, решил стать учительом. Чего? Ну, серьёзно, много же есть других предметов. Ну, или там математика мне всегда не давалась, но почему-то я случайно вот теперь учусь. Нет. То есть, это должна быть любовь к предмету, должна быть любовь к профессии и должна быть любовь к детям. Ну, не все люди любят детей. Ну, вы, наверное, тоже это замечаете. Это неплохо. Это никак не... Ничего в этом нету такого, но работа с детьми – это серьёзная, ну, серьёзная как бы часть жизни. Это целая сфера, это отдельный собственный мир. Плохо, когда человек, который не любит детей, идёт работать в школу. Вот это правда, ну, странно. И это видно. У нас, когда человек заходит в школу, у нас в школе много детей, они перемещаются, ходят, разговаривают, общаются. И даже по его реакции на вот этот вот такой, какую-то среду детскую, которая у нас преобладает. Ну, у нас там 25 учителей, 100 детей. Конечно, вы пройдёте по коридору, встретите детей чаще, чем учителей. Вот. И вот реакция человека на то, как он реагирует на то, что, ну, дети ж не всегда, там, они шумят, они там, могут пробежать мимо там. Ну, это сложно объяснить, но вы работаете в той же самой среде, и вы, наверное, это прекрасно чувствуете. Я точно так же смотрю, точно так же, как вы. Когда ко мне на урок приходит наш, ну, кто-то новый, кто хочет попробоваться, я поглядываю на то, как он смотрит на детей. Вот вы просто, это очень важно. Это очень заметно. Этот взгляд, этот взгляд похож на взгляд человека, который, ну, видит что-то, что-то неведомое и невиданное, потому что это другие дети. И этих детей он действительно раньше не видел. И он начинает их рассматривать с искрящимися глазами. Вот эти вот искрящиеся глаза. Он начинает улыбаться непроизвольно. Начинает улыбаться непроизвольно, глядя. И ты уже смотришь, он уже даже как будто забыл, что он здесь делает. Он рассматривает детей. Это, да. Я с вами полностью согласен. Это правда. Ну, и, конечно же, есть там, ну, совпадение с нами. Я считаю, что вот, ну, среди наших учителей есть какое-то что-то общее, что их объединяет. Они все очень разные, очень разные. Вот они там половина сейчас смотрят эфир, вот они все разные и все каждый прекрасный по-своему. Но есть что-то одно, мне очень сложно это объяснить, но есть что-то одно, что их объединяет. И это объединяющее видное, конечно, мы на это очень обращаем внимание и очень этим дорожим. Особенно после трудностей, о которых я говорила в первую очередь, которые были пройдены. То есть вот это, вот эти критерии, правда, ну, хотела сказать, ужесточились, это такое плохое слово, но их стало больше. Они стали более, вымоглым, как называется это так, ну, лучше, вот, поэтому, так. Как правило, когда человек к нам приходит, и мы думаем о том, что, скорее всего, мы готовы сотрудничать, и мы видим, что и он готов с нам сотрудничать. Ну, не только он нам должен нравиться, мы ему еще должны понравиться. Вот, мы все друг другу нравятся. Как правило, работа в школе начинается с работы в городском лагере. Городской лагерь – это такая среда, где все видно буквально. Это просто такое тестовое место, где… Ну, это само по себе отдельное место, да, но в котором, с которого стоит начать, ну, и самому человеку начать, чтобы это… Приблизиться. Приблизиться, чтобы понять… Пощупать, что это такое, да? Да, да. Да, это здорово, это здорово. Вот, и вообще есть какой-то путь, который там, скорее всего, пройдет каждый учитель, там, он начнет с лагеря, потом там с группы продленного дня, потом он найдет свой класс и возьмет его, там, наберет себе класс, когда там, ну, если мы говорим сейчас про учителя начальной школы, и станет классным его руководителем. Ну, вот, все равно есть структура. Все равно вот эта структура школ… Ну, не школы. Любая структура, она рождает какую-то систему. И вот эта система сейчас есть, я ее вижу, и, ну, она делает все пути, все процессы, которые происходят понятными и логичными, ну, эффективными. Мы же боремся, боремся, мы стремимся, мы стремимся к тому, чтобы наши ценности реализовывались. Екатерина, насколько, по вашему мнению, вот сегодня удается школе гравитации давать, ну, что называется, современное образование? Вот насколько удается следовать этому, ну, что ли, тренду, не тренду, не знаю, насколько здесь это слово подходит. Наверное, все-таки по-простому скажем, да, вот, насколько удается? Ну, я… ну, достаточно сложно там говорить о том, там, насколько удается давать современное образование. Мы делаем… есть там несколько тенденций современного образования. Если говорить о том, что мы сейчас идем, мы очень сильно в начале этого пути от знаний, которые там складывались в голову детей на протяжении 11 лет, к навыкам, которые даются детям. Ну, я когда училась в школе, опять-таки, я хочу сказать, что мои школьные годы – это прекрасное воспоминание моего детства. Я очень благодарна учебникам. Я считаю, что я получила хорошее образование, которое позволило мне блестяще закончить университет, легко в него поступить, легко защитить диссертацию практически сразу. Потому что у меня был фундамент, правда, я к этим знаниям обращалась, и они мне, правда, помогали. Но это было другое. Это была просто структура знаний, которая давалась, и хорошо, если она систематизировалась, она складывалась, она складывалась в какую-то систему. То сейчас, конечно, все происходит по-другому. Мы идем к пути навыков. То есть нужно не просто дать знания, которые там будут лежать, когда-то они пригодятся, когда-то они не пригодятся, а дать именно практическое знание, дать именно навыки, которые помогут использовать эти знания. Ну, несмотря на мои прекрасные воспоминания о школьных годах, меня никто не учил в школе общаться, меня никто не учил строить коммуникацию, меня никто не учил распоряжаться деньгами, планировать, тайм-менеджменту. Всему этому я научилась там уже потом, сама. А может, и не научилась. Я стараюсь учиться все время, и я понимаю, что сколько еще впереди. И я понимаю, как бы было классно, если бы там этому учились в первой классе. И в этом плане, конечно, мы стараемся перевести все максимально в практику. Конечно, мы стараемся вот с первого класса, даже с нулевого класса, уделять внимание не просто там, ну, даже хорошему пониманию материала, а умению этот материал презентовать и изложить, и сделать понятным для других людей. Мы уделяем большое количество внимания навыкам, именно тем социальным навыкам, или там навыкам 21 века, о которых сейчас много говорят, и я считаю, что это очень хорошо, что они говорят, это очень важно. Конечно, мы уделяем этому внимание. Конечно, учить методологии, как этому учить, ей тоже нет совершенства. Мы учимся все время, мы учимся на курсах, мы учимся там на вебинарах. Ну, сейчас не так много курсов повышения там квалификации вживую, но мы с удовольствием не пропускали бы ни одного, который, ну, который действительно там дает полезные знания. Вот, современные знания в плане содержания знаний тоже меняются, ну, тоже меняются, ну, и мы тоже, правда, следим за этим. Хотя они меняются не так сильно, как меняется, ну, содержание знаний, как меняется, ну, подход, который сейчас очень важен. Сейчас навык там, все говорят, вот, главное, что научить учиться. Это такая фраза, ну, все ее говорят, вот, спросите у кого-нибудь, что главное в школе, он ночью разбудите его, он скажет, научить учиться. Ну, мало кто задумывается об этом, это ведь действительно очень важно. Мы сейчас живем в мире, который диаметрально отличается от того, который был 20 лет назад, когда человек научился в институте там чему-то и до конца своей карьеры эти знания применял. Не потому что он плохой, потому что ничего не менялось в его жизни. Конечно, плановая экономика. Сейчас есть специальности, которые требуют, которые в этой специальности ты пропускаешь там три месяца, и ты уже со специалиста суперуровня превращаешься в специалиста, ну, не суперуровня, где вот это вот знание именно постоянно получать новые знания и интегрировать их в свои знания имеющиеся, это ведь тоже навык, которому тоже очень хочется научить. Очень хочется, и мы уделяем этому внимание. Не просто их заложить, вот как кирпичи сложить там один на другой, а именно умение, вот то, что ты уже знаешь, то, что ребенок знает, то, что он научился, вот он узнал что-то новое, и интегрировать в это. А еще есть, знаете, такой навык, который, мне кажется, появился совсем недавно, это переучиваться. Я вот как-то умел по одному, а потом все поменялось, и то, что я умел, ну, мне приятно там, жалко расставаться с навыками, я так долго учился, а вот нужно взять и переучиться, вот забыть то, что я знал, и научиться по новой, по другому. И это тоже, ну, меня, честно, вот эти вот современные тенденции, они меня восхищают, и очень мне нравятся. И мне восхищает то, что люди, которые вот работают с нами вместе, работают в школе, эти идеи разделяют. Правда, мне кажется, это очень ценно. Исходя из того, что вы рассказали перед этим, я уже это подразумеваю. Слушая вас сейчас, для меня вот даже это какая-то даже очевидная вещь, потому что действительно вот так вот вкладываться, вот так вот вместе расти и сохраняться на протяжении вот вместе, да, потому что вы же сказали, что есть часть коллектива, которая аж еще помнит ту гравитацию, которая была курсами. Да, это очень, это очень, это очень ценно, я считаю, вообще очень. Следующий вопрос у меня к вам, Екатерина. А скажите, пожалуйста, вот мы с вами прекрасно знаем одну вещь, и я вот даже не хочу проверять у вас, я уверен, что вы это тоже понимаете, что мы иногда в детей вкладываем, ну, скажем так, больше, чем можем об этом рассказать. И больше, чем это могут оценить, ну, все-таки вот приходилось ли вам получать, ну, скажем так, неожиданную такую вот глубокую обратную связь, если здесь уместно это слово, то есть когда родитель вот прямо понимает, что вы делаете, а вы понимаете, что, ну, многие, ну, так, где-то вот на поверхности, скажем так, видят классность вашего дела, да, а вот прям вот какую-то такую глубокую обратную связь, которая вас бы, ну, вдохновила бы идти дальше, вот и развиваться? Нет, ну, конечно, конечно, есть. Это правда, ну, там, наверное, это не цель, ради которой мы работаем, но получение такой обратной связи, это правда то, что, ну, вдохновляет. Но меня это очень вдохновляет, когда я вижу, что, ну, такой обратной связи могут быть слова, такой обратной связи, могут быть какие-то действия по отношению к школе, по отношению к учителям. Я вижу, как дети и классы действительно любят своих учителей, своих классных руководителей. И когда это... Это понятно всегда, но бывает, что это выражается в каких-то действиях, которые, правда, очень ценно и очень важно. Обратная связь, она очень важна. Можно получить обратную связь в виде каких-то там классных результатов, которые показывает ребенок, когда он что-то... О чем-то мы говорили год назад, мы что-то обсуждали, проходит год, и он эти знания берет, вспоминает и как-то вот так вот применяет, что ну... А я помню, мы об этом говорили. Это тоже очень классная и очень ценная обратная связь. Правда, это удавалось, и я не могу сказать, что это там прям каждый день происходит, но это вдохновляет и заряжает прям намного. И хочется делать, ну, больше и больше, потому что, ну, это какой-то критерий. Ну, и вообще обратная связь, ну, бывает же и по-другому, знаете. Можно получить другую обратную связь. Это да. Куда же без нее? Не, ну, конечно, куда же без нее, и я каждую, ну, вот... Мы там говорили в самом начале о трудностях, я хотела назвать этой третьей трудностью, о том, что иногда, когда вот, ну, возникают какие-то невзаимопонимания, меня лично это очень, ну, не расстраивает, а... Ну, когда опускают на землю, потому что я думаю, что, ну, почему мы не смогли там найти какие-то слова, что-то не услышали, что-то не сказали, и я каждый раз об этом думаю, и... Ну, меня это, ну, как-то... Ну, я начинаю сомневаться, вот я думаю, может быть, что-то, начинаю спрашивать. Ну, я говорю, к счастью, у нас есть учителя, есть коллектив, я иногда к ним расскажу, вот, вы знаете, я вот что-то... И возникает какая-то дискуссия, из которой рождается... Поэтому любая обратная связь, давайте так скажем, любая обратная связь, она полезна, нужна и необходима. И она помогает нам становиться, ну, лучше. Не лучше, а ближе к тем целям, которые мы хотим достичь, к тому же к современному образованию. Да, я вот заметил, когда вы говорили о том, как вас расстраивает и как-то руки опускаются и как-то на землю. Для меня в этой ситуации это про то, что вы просто в этом смысле живая и ранимая, потому что все-таки... Ну, потому что я хочу сказать. Это нет, нет, потому... И это тоже, но тут потому, что речь идет больше о миссии. И поэтому, конечно, потому что, ну, наверное, мы все с вами знаем и встречали, когда какие-то знаменитые популярные артисты говорят, да пусть про меня там хоть что угодно. Это, черт возьми, популярность. А мы не можем с вами так сказать еще пока. Я честно думаю, что артисты тоже врут, когда так говорят. Может быть, может быть. Но, по крайней мере, они не говорят таким текстом, как вы сейчас говорите. И я просто так же тоже отношусь к этому, как и вы. И поэтому я вас здесь понимаю. И мне кажется, что это потому, что все-таки вот такая вот ранимость определенная, она связана больше с тем, что это все-таки больше касается миссии. Наше то дело, то, чем мы занимаемся. Образование. И вот, наверное, поэтому. То есть, если бы это было больше бизнес, больше и в большой степени бизнес, возможно, можно было бы не кривя душой кивнуть и сказать, да ну... Нет, ну, конечно. А тут это живое. И поэтому... Нет, это очень живое. Это очень живой организм. Он реагирует на все. Вся школа – это живой организм. Он реагирует на все. Он реагирует на любые возмущения, там, в системе, настрой учителей. И все это очень важно. Вот эта атмосфера общая. Ну, очень важно. Ей стоит дорожить. И очень много стоит вкладывать именно в ее поддержание, ее сохранение, ее охрану. И сберегание. Я стараюсь не обсуждать какие-то трудности там, ну, с учителями, например, которые они не могут решить, которые не касаются их напрямую. Потому что я понимаю, что, ну, их там настрой, их не... Ну, это большая ценность. Это одна из тех ценностей, которые есть у нас в работе. Но вообще, если говорить о... Обратной связи, вот мы заговорили с вами о ней, какой, ну, она не была. Конечно, очень классно, когда обратная связь ценная, когда действительно люди разделяют то, что мы хотим донести, то, что мы хотим сделать. Они говорят, что вот мы понимаем, как это важно, и мы видим то, что получается именно так, как, ну, куда мы шли. Вот, но вообще любая обратная связь, без нее невозможно работать в школу. Я считаю, что та школа, где директор, учителя и все закрыты от общения там, с родителями закрыты от общения, с детьми и ничего не слышат, эта школа не может быть, не может давать то, зачем дети приходят в школу. Школа должна быть открыта, она должна слышать все, что происходит, она должна чувствовать это все, и тогда, тогда и никуда не тянется эта атмосфера. Ну, и реагировать, конечно, не просто там мы послушали обратную связь, ох, как классно, или ох, как ужасно. Нет, это должна быть реакция. На каждое слово, на каждое происходящее должна быть реакция. Должна быть реакция, реакция должна быть действия. Если мы полностью согласны. И тогда это будет успех вот как бы педагогической деятельности. Да. Екатерина, правда ли, что у вас вот с девятого класса дети проходят профориентационный тест, и вы им помогаете подготовиться к переходу в ВУЗ, и помогаете подбирать? Вот. Да, это абсолютная правда. Если бы этого не было, мы бы не делали старшую школу. Ну, потому что одной из целей старшей школы, кроме качественных знаний, навыков и всего, что, несомненно, пригодится, кроме счастливых воспоминаний о прекрасных школьных годах, годах, одной из целей старшей школы является помощь ребенку, выпускнику, ну, ребенка, можно не назвать его, вот, взрослому ученику в выборе профессии, может быть, даже не профессии, но в выборе направления. Может быть, выбор профессии не состоится сразу после 11 класса, это не обязательно, но, по крайней мере, у выпускника должно быть достаточно знаний и пониманий в каждой области. Может быть, на принятие решения потребуется чуть больше времени, бывает и такое, но информации для принятия решения уже должно быть достаточно. Мы специально сделали совместную программу, профориентационную, мы пригласили наших партнеров и, честно, моих друзей, с которыми мы работаем вот в той маленькой гравитации, которая была на Сомске 124, вот мы с ними встретились и наши пути там пересекались, расходились и опять пересекались. Вот, это компания, образовательная компания «Еротитус», они занимаются образованием за рубежом, они консультируют, их основная деятельность в консультировании в образовании за рубежом, они, честно, собаку съели на этом направлении, они понимают, какие есть направления, какие профессии сейчас востребованы, какие вузы, в каких вузах лучше учиться, ну, мир огромен, можно поехать учиться в Америку, можно поехать учиться в Канаду, можно остаться учиться в Украине, можно выбрать Европу и по каким же критериям выбирать. Ну, вот если я была бы сейчас мама выпускника или выпускница, я бы, конечно, перед тем, как сделать выбор, обратилась бы к тем людям, которые знают особенность и структуру вузов, и где можно получить стипендию, какие экзамены нужно сдать здесь для того, чтобы успешно поступить, какие знания нужно получить здесь для того, чтобы там успешно учиться. Они занимаются этим много лет, у них есть профориентационная программа, которая классная, которая состоит из там нескольких мотивационных встреч из профориентационного тестирования по классной методике, которая признана там международными вузами, она помогает определить сильные стороны, слабые предпочтения, и в девятом классе уже примерно наметить путь, который займет там три года старшей школы, и который приведет к тому, к той цели, которая будет стоять после окончания школы. Это никак не значит, что ничего нельзя изменить. Вот сейчас в девятом классе я выберу, сейчас я буду поступать там в Канаду, в определенный вуз, и вот все. Нет. Все это корректируется, планы могут меняться, приоритеты даже могут меняться, но все равно это будет осознанный вывод, основанный на получении большого, на наличии большого количества информации, ну и, конечно же, на возможности. Обидно, когда выпускник не может поступить в вуз, тот, который он хочет поступить, потому что он просто не готов к сдаче международного экзамена, по-английскому, например. А к международному экзамену по-английскому оно не готовится за один месяц, вот, это требуется определенное количество времени. Поэтому, ну, я считаю, правда, это очень важно, я считаю, что Eroditus, ну, компания, которую мы выбрали для этого проекта, это, ну, правда, лучше нельзя было ничего выбрать, вот, мы, правда, выбрали их лучше, не потому что мы их знаем, а потому что действительно то, что они делают, это очень классно. И им можно доверять в таком важном вопросе, как профориентация и консультирование в плане высшего образования за рубежом. Ну, Екатерина, соответственно, маленький такой дополнительный вопрос к этой теме, уровень английского языка, я так понимаю, что вы, ваша школа обеспечивает такой, чтобы дети могли не просто пользоваться вот таким замечательным тестом профориентационным, но чтобы они уже были и готовы, в том числе и по английскому к такому выбору. Ну, конечно, мы уделяем этого внимания, начиная с нулевого класса, с подготовки к школе, начиная с первого класса, английский проводится каждый день, уроки английского проводятся каждый день, мы занимаемся по кембриджской системе, если опять-таки вернуться к самому, к самому началу нашего разговора, я говорила о том, что ребят, которые преподают у нас английский в школе, мы тоже встретили на самом, ну, на самом начале нашего пути, за это время с ними тоже произошло очень много метровом фос, они тоже прошли очень там большой путь своего развития, у них правда классный английский, у них очень классные учителя, у них есть общая система, и с ними вот вместе, начиная с первого класса, мы просим учителей английского говорить на английском между собой, если они встречаются на лестнице, в коридоре, и говорить на английском с детьми, если они встречаются с ними на лестнице, в коридоре, или в столовой, детям это очень нравится, они воспринимают это как игру, когда у них спрашивают, привет, как дела, и он может ответить на английском, такое ощущение, как будто он только на близкую премию получил, ну, правда, это так, в такой игровой форме воспринимается, и когда преподаватели говорят с собой на английском в неформальном общении, а дети, проходя мимо, начинают прислушиваться, ну, это тоже определенные формируют, уроки построены по-разному, конечно, уроки английского там в седьмом классе, уроки английского в первом классе, это разные вещи, но точно так же мы реагируем на все, что происходит, мы проводим тесты, ну, как это назвать, тесты, срезы знаний каждый месяц по динамике каждого ребенка, не оцениваем, не сравниваем детей там одного с другим, нет, мы сравниваем его там в сентябре и в октябре, если мы видим... самим собой, получается, да? Самим собой, если мы видим... и если мы видим, что динамика, например, ее нет, ну, или она... отрицательная динамика здесь невозможна, нельзя забыть уже то, что выучил, вот, но если мы видим, что динамики нету, то, конечно же, мы пытаемся понять, почему, и найти подход для того, чтобы она появилась. Ну, кстати, это не всегда получается, с первого раза, но пока мы не находим этого пути, мы не бросаем, не бросаем эту затею. Здорово. То есть это получается как дополнение к тому, да, что к тому тесту, да, что английский дается в той мере, что дети действительно готовы потом сдавать эти тесты при поступлении в зарубежный вуз. но сдача международных экзаменов, которые требуются для поступления в международный вуз, в зарубежный вуз, там, ТОФЛ, например, она имеет определенную специфику, и если мы понимаем, что ребенок будет поступать там в вуз, где требуется именно этот экзамен, то в его программу, ну, уже в 10-м и в 11-м классе будут включены элементы, которые нужны ему для этого экзамена. Потому что каждый экзамен имеет свою специфику. Ну, конечно. Для того, чтобы, ну, очень часто, знаете, люди, очень хорошо знающие английский, получали не самые высокие баллы на международных экзаменах, потому что сама специфика экзаменов им была немного непонятна или незнакома, или там навыки, которые проверялись, у них были там не самыми сильными. Поэтому вот почему важно знать, куда ребенок соберется поступать. Мы сейчас говорим про старшую школу. Вот. Куда он соберется поступать? Для того, чтобы понимать, что ему потребуется и включить в его программу подготовку именно к этим экзаменам. Точно, кстати, так же это происходит и с государственными, ну, с державными экзаменами, там, с державной сумковой аттестацией. Вот. Точно так же мы не готовим к ЗНО, там, вот, все, забыли все, будем только готовиться к экзамену. Нет. Но все равно элементы экзамена, очень важно знать структуру экзаменов для того, чтобы сдача его была была не разочарованием, а, наоборот, прекрасным итогом всего пройденного пути за время обучения в школе. И еще... Ну, и в то же время, если ЗНО. Ну, ЗНО, да, есть. И, конечно, его надо сдавать, конечно, выпускник украинской школы обязательно будет, ну, если он хочет получить, там, державный аттестат, аттестат про закинчение, там, полной загальной освиты, конечно, ему нужно сдать государственную аттестацию. Есть еще после четвертого класса ДПА, там, державная Пицункова, аттестация после девятого класса. И, конечно же, ну, точно не хочется, чтобы результаты этих экзаменов разочаровывали детей. Вы знаете, есть, говорят, там, нам все равно, как они сдадут экзамены, главное, чтобы они хорошо, ну, там, чтобы им было комфортно. Но нам не все равно, как они сдадут экзамены. Мы сразу об этом говорим, вот прям, вот, потому что это, это дополнительный независимый критерий, который помогает нам оценивать. Ну, и еще есть такой экзамен английского, это кембриджский экзамен, многие о нем знают. У Хайкова есть несколько центров, где можно сдать кембриджские экзамены. Это такой независимый экзамен, который, ну, детям нужен скорее для того, чтобы понимать объективно свой уровень. И мы всячески стимулируем, говорим, что, ну, если у вас есть желание сдавать, сдавайте. Вот, ну, хотите знать свой уровень, не от нас, хотите получить объективные оценки, мы будем очень рады. И мы сделали такую систему, ну, в этом году мы уже не успеем на сдачу кембриджских экзаменов, там, еще с карантином, в общем, все это. Но в следующем году при первой, ну, при первой же волне сдачи кембриджских экзаменов мы будем, ну, прям, предлагать и стимулировать, мотивировать детей на сдачу этого экзамена. А кроме того, ну, сдача его платная, это там все знают, она стоит там порядка 100 долларов, например. Но детям, которые будут успешны, в английском, их будет немного, там, порядка трех человек, эти траты возьмет на себя школа. То есть мы оплатим сдачу этого экзамена. Ой, это здорово. Тем детям, Такая стимулирование, стимулирующая поддержка такая. Ну, это правда. Те, кто в течение учебного года в изучении будут показывать высокие результаты, школа, ну, действительно пойдет на то, чтобы этот ребенок сдал этот экзамен, не поднесет финансовый платить. При этом. Здорово. Екатерина, у меня последний вопрос. Вы вначале сказали, что, когда начиналась гравитация, как курсы, как интересные курсы, на Сумской, вы говорили, это начиналось, маленькое помещение, вы тогда не думали и не мечтали о школе. А вот интересно, о чем вот сейчас вы думаете и мечтаете? Как директор школы? Я однозначно мечтаю о школе. Я вот, вы знаете, тогда не мечтала о школе, а вот сейчас я думаю, что тогда я мечтала о школе. Правда. Просто неосознанно, да? Ну, наверное, наверное. Это все так очень непросто. А я говорила вам тоже тогда, в самом начале, что моя личная школа, но я считаю, что та школа, в которой я училась, вот очаг, мой выпускной класс в Волочеге, это было, правда, ну, что-то невероятное. Это то, что изменило однозначно, ну, я не буду, так сказать, мою судьбу, но то, что оно сыграло в моей судьбе огромную, значимую роль, это правда. И я помню эту атмосферу, которая в ней царила, и я помню, как это все было, и я помню этих учителей, которые действительно были единомышленниками между собой. Я помню, как они обсуждали, как они оставались после уроков, как они обсуждали. И это, ну, это было что-то невероятное. Я не устану это повторять, я буду говорить это всегда. И, вы знаете, вот мне хочется, наверное, вернуться в это время, но вернуться в свой 11 класс уже нельзя, поэтому хочется создать что-то подобное вот сейчас, вот в нашем мире, в том мире, в котором мы сейчас живем. и сейчас я могу там идти по школе и понимать, что это вот, ну, правда, вот эта вот атмосфера, это то, что там происходит, это то, ну, ради чего стоит там каждое утро просыпаться и приходить на работу, как бы громко это не звучало. Конечно, я мечтаю о большой школе, я мечтаю достроить здание, которое, сори, я мечтаю о том, чтобы, ну, уже четко видна та структура, которую мы хотим получить, четко видно даже количество детей, уже даже есть там план расположения классов. Вот я мечтаю о том, чтобы все это исполнилось так, как мы, как мы это видим. Вот, я мечтаю, чтобы дети в нашей школе были счастливы, это правда, это не громкие слова, я правда считаю, что дети в школе должны быть счастливы, это очень важно, от этого зависит будущее не только их, а и нас в целом, ну, будущее всего мира, вот, ну, всего мира, людей вокруг, которые уже, даже тех, которые уже давно закончили школу. Я мечтаю о том, чтобы учителя, которые там работают с нами, оставались с нами еще долгие годы, совершенствовали, и чтобы там, и чтобы они были счастливы, правда, потому что, когда учитель счастлив, это совсем другое, совсем другое дело, чем когда учитель. Да, совсем другой учитель. Несчастливы, когда его наступили, там, на ногу в троллейбусе, и он думает, ну, боже, когда это все закончится. Вот, я, ну, сейчас просто, как-то мечты звучат так достаточно возвышенно, но, на самом деле, вот есть четкое представление о том, как это должно выглядеть. я не знаю, там, может быть, через год мне придет в голову мысль, или что-то натолкнет меня на мысль, там, развиваться дальше, ну, расширяться, сделать школу больше. Но так, как я сейчас вижу, вот, мне кажется, что то количество, там, полный набор классов, и два класса в параллели, там, по 14 человек, это, ну, то, то, что мне бы хотелось сейчас, чтобы это было, там, завершенная, полностью сформированная, законченная такая структура, которая стремится к идеалу. Вот, ну, так, если вкратце. Здорово, здорово. Это, это очень такие классные, светлые мечты, и тем более, вот, в связи с вашим расширением, вы действительно становитесь, ну, на мой взгляд, уже, такой уже, действительно, школой, с большой буквы, в том плане, что уже вот эти все классы, с первого, и все, все уже, и выпускники, и, и плюс еще вот это вот направление, с профориентацией, то есть, это, это здорово, это, 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 и учитывая то, как это все начиналось, как, с чего все это пошло, и что люди с вами остались, и продолжили, и это, это очень, это очень вдохновляюще звучит, и, и вас интересно вот слушать, и видно, с какой энергетикой вы это все рассказываете, поэтому, спасибо большое. здорово, это здорово, это здорово, это здорово, спасибо вам, Екатерина, что согласились, быть на интервью, и что рассказали, это очень ценный опыт, и я надеюсь, что это увидят родители, родители, выпускники нашей студии, которые подбирают школу для своих детей активно, и родители будущей, вашей школы, которые увидят, кто же стоит за этим всем, кто стоит, и почему стоит, и как именно стоит, вот, я думаю, что мы смогли это с вами вот раскрыть, эти моменты. Спасибо вам большое, мне было очень приятно с вами беседовать, вот, и очень комфортно, спасибо за приглашение, если у вас будут возникать подобные идеи, то мы, и я всегда с радостью к ним присоединюсь, ну и спасибо всем большое, кто слушал нас, если у вас какие-то будут еще вопросы, вы можете... Где бы вы это не увидели, или в инстаграме, или в ютубе, контакты Екатерины будут обязательно, чтобы кто-то, кто в записи мог лично обратиться, либо постучаться, как педагог, а мы уже выяснили, это делать можно и нужно, Екатерина открыта контактам, либо, может быть, как родитель захочет что-то для себя уточнить, это можно контакты обязательно. Конечно, уточнить, сейчас как раз идет набор, в среднюю школу, в младшую школу, он уже практически на финише, он заканчивается, в среднюю школу он сейчас как раз подходит к своему пику, и если у вас будут вопросы и желание познакомиться с нами, то мы всегда рады встрече и с учителями, и, конечно же, с учениками и их родителями. Всем спасибо, кто был онлайн, и кто смотрит записи, тоже всем спасибо, вам спасибо, Екатерина, еще раз. Да, спасибо вам тоже большое. Да, и до новых встреч, я надеюсь, да, до свидания всем. До новых встреч, тогда до свидания. всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,